К слову, при сильных ударах тейкдаун сам собой получается. А если не получится, то у Кейна есть план «Б» — совмещать удары руками с ударами ног, так он сможет держать дистанцию. Интересный поединок, хотя бы даже с точки зрения логики, потому что Ангану очень сильный, особенно в начале поединка, и все мы это знаем, так что главной задачей Кейна станет изматывание соперника. Вот что говорит Веласкес, буду смотреть на его действия и контратаковать, буду использовать все навыки, ведь это смешное единоборство. Но есть в UFC в целом в этом спорте веселые моменты. Хавьер Мендес, тренер АКО, поделился с подписчиками вот таким снимком, таким веселым Кейна нечасто увидишь. Здесь Мендес написал «Я спросил у Кейна, чей зал номер один?» И он ответил этим «Нам надо отправить его в Дагестан к отцу Хабиба, чтобы сделал скромного чемпиона». И вот комментарии от Хабиба. «Пришли мне его местоположение, тренер». А мне думается, друзья, что Веласкесу больше идет скромность. Пишите ваше мнение, как вам снимок и кто по-вашему победит. Виталий Минаков сделал заявление, что хочет собрать команду, как у Федора. Он уверен, что нужна индивидуальная подготовка, а не как на Западе, когда тренируются общей группой. «Хочу собрать свою команду и тренироваться чисто под себя, а вот тренироваться в Америке со всеми – не мое». Говорит, что в таком подходе приходится выполнять много ненужной работы. А еще работу подкинул бывший менеджмент Минакова «Русфайтерс». На него подали в суд в качестве ответчика не только Минаков, но и его новый менеджер Али Абдалязиз. Согласно исковому заявлению, Минаков нарушил условия соглашения с «Русфайтерс», а Абдалязиз вмешался в контрактные обязательства Минакова с августа 2018 года и подписал контракт с Белатар на шесть поединков, зарплатой не меньше 300 тысяч долларов за поединок. Ждем теперь дальнейшего развития событий и, конечно, желаем победы Минакову в его поединке против Чейка Конга, который пройдет уже, напомню, в это воскресенье 17 февраля – турнир «Белатар-216». Подписывайтесь, чтобы ничего не пропустить.